Дневной разворот Георгий Зыков, генеральный директор корпорации развития Кировской области. Георгий Геннадьевич, добрый день. Добрый день. И Артем Сурженко, министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области. Артем Сурженко, добрый день. Добрый день. Ну и всем нашим слушателям тоже добрый день. Очень рады, что вы с нами. Да, мы сегодня собрались по горячим следам. Мы планировали этот эфир. Вчера должна была состояться встреча общественности, жителей и чиновников, и людей, которые отвечают за проект по полигону в Лубягино. Встреча должна была происходить... Ну, Светлана, давайте я сразу подправлю. Речь идет не о полигоне в Лубягино, а речь идет о создании комплексного объекта, сортировке, переработке и уже размещении неутилизируемой части. Вот поэтому вот в этой... Давайте сразу договоримся. Речь идет об объекте, сортировке, переработке в первую очередь. И тот посыл, который прошел в средствах массовой информации за вчерашний день, я думаю, что он, может быть, из-за того, что наши оппоненты эту информацию неправильно подавали, они говорили о расширении действующего полигона. На самом деле никакого расширения нет. Более того, мы сейчас дадим свою позицию, поясним, что на самом деле. Говорили о строительстве мусоросортировочных заводов. Конечно, этого нет и в помине. И людей вот этими тезисами, к сожалению, вводили в заблуждение. Поэтому вот давайте вот мы сразу говорим, точка наша, это нужно предприятие по сортировке, переработке. Мы... Нас об этом просило население, и мы готовы, мы готовимся к этому исключительно в целях создания современной системы. Сортировки, переработки, раздельного сбора. Это вот часть новой системы. Да, ну правильно все, Алла Викторовна. Я сейчас отсылаюсь к материалу портала 7х7. И прямо зачитаю лид, да, это такой подзаголовок. Деревня Лубягина Кировской области, рядом с которой областные власти хотят построить новый полигон, и предприятие по сортировке и переработке отходов. 2 февраля должна была состояться встреча министра охраны окружающей среды с местными жителями. Но она была фактически сорвана. Как сообщает корреспондент 7х7 с места событий, люди не пошли в неотапливаемый тесный клуб, где чиновники готовились провести презентацию проекта. А министра отказалась выходить к толпе, объяснив это тем, что встреча на улице не санкционирована. Вот прежде чем мы с вами объясним, что за проект такой, и что вы хотели вчера презентовать, у нас есть сегодня такая возможность это проговорить. Давайте все-таки разберем ситуацию вчера, что произошло. Пожалуйста. Давайте, поскольку я один из участников этих событий, на самом деле предполагался формат общения с жителями просто в простой человеческой беседе. Цель была не только презентации проекта, но и мы хотели поговорить о развитии сельского поселения, какие у них есть проблемы, вопросы, ответить на них, где-то в чем-то там наметить план по помощи сельскому поселению. И речь шла именно о жителях деревни Лубягина, и предполагалось, что придет на встречу не более 50 человек. Насчет неотапливаемого помещения, ну, возможно, есть некая проблема, хотя и пытались подогреть это здание, там и накануне в субботу тепловые пушки работали, ну, вот что есть, то есть. К сожалению, значит, да, действительно, технически, наверное, здание, может быть, не было, не в полной мере готово. Но вот этот разговор не получился ни по техническим причинам. Этот разговор, может быть, не получился, потому что помимо жителей деревни Лубягина, там была, так скажем, большая часть, ну, наверное, человек 200 всего суммарно было, ну, вот, так скажем, две трети, больше, чем две трети, это организованные группы из города Кирова, специально подготовленные, которые, ну, на наш взгляд, как-то так толпу заряжали не на конструктивный диалог и не на разговор, не желание услышать власть и с ней поговорить, а именно на желание там организовать какой-то, ну, протестный митинг. Вот я это, во всяком случае, так восприняла. Значит, потому что население, на самом деле, кто хотел слушать, они пришли. Другая часть также хотела прийти, но им не позволяли, не давали, и прям это открыто, есть видео, например, это из таких обращений о том, что нет, оставайтесь здесь, всё должно быть на улице. Ну, а чем улица отличается от того неотапливаемого здания, то же самое. Я бы даже сказала, что там, наверное, ногам теплее было бы, чем стоять на снегу. Поэтому, вот, наверное, в данном случае формат мероприятия был один, а участники эти организованные, они хотели нас, так скажем, ну, втянуть немножко в другой формат встречи. Алла, Виктор, вопрос у нас такой. В Лубекине вообще сколько людей проживает? Ну, по данным главы поселения, там 200 человек, но на самом деле там очень много приезжающих из города Кирова. И вот после мероприятия мы разговаривали с женщиной, она говорит, я живу в Кирове, но иногда приезжаю там в Лубягино. И таких там, ну, наверное... Ну, вообще таких данных, вот обычно говорят, у нас прописано столько-то, реально живёт там, условно, ну, 100 человек там живёт реально. Они, когда обсуждали, сколько человек реально придёт на встречу, они говорили, ну, там прописано 200, да, живёт 100, а придёт 50. Ну, живёт где-то порядка 100 человек. Да, и мы рассчитывали, что это 50 человек. И технические помещения это позволяло. Но то, что было там, это, конечно, совсем другое. Микрофон к себе, пожалуйста. Хотелось бы ещё добавить, что Алла Викторовна, когда мы были на Думе, на сельской Думе, мы пообещали депутатам, что мы данные встречи проведём. И изначально депутаты сами попросили, чтобы мы проводили раздельно в каждой деревне, чтобы не одна была такая большая встреча, а чтобы мы в Убягина провели, в Шутовщине провели. На Горяне, в Кузнецам. И так бы планировалось. Мы это планировали. То, что мы обещали, мы начали это реализовывать. Но, к сожалению, вот такие нюансы получили, что у нас не совсем вышло так, как нам бы хотелось. Значит, ещё раз. Эти встречи, это не встречи в рамках официальной процедуры общественных или там публичных слушаний. Это были встречи по договорённости с депутатами местным самоуправлением, предварительные встречи, чтобы выяснить интерес жителей, определить болевые точки, запросы определить и свои предложения высказать, чтобы их можно было обсудить на этом уровне. Предварительно. Да, именно так. Дело в том, что есть чётко прописанная в законе процедура. Официальные общественные обсуждения начинаются с публикации уведомлений о них в ряде газет, в том числе в «Кировской правде», в «Российской газете». Соответственно, в настоящее время вчера такой публикации ещё не было. Все эти мероприятия, это именно мероприятия в рамках договорённости с местными депутатами, с местной администрацией о том, что необходимо разъяснить позицию. Более того, и на заседании Думы, которая принимала решение по изменению в генеральный план, и Алла Викторовна, и Георгий Геннадьевич уже приехали, пояснили позицию, рассказали депутатам всё в подробностях. Соответственно, депутаты, когда голосовали, у них была информация, да, и они попросили провести соответствующие встречи с населением, что и вчера планировалось. Была попытка это сделать. Да. Ну а то, что произошло там, фактически, можно прямо сказать, что люди, которые приехали извне, они не были настроены даже заходить в клуб. Они изначально ставили, что мы туда не пойдём. Ну то есть изначально были настроены деструктивно в этой части. То есть, возможно, вполне, что депутаты, которые как бы договорились о том, что такие встречи пройдут, может быть, даже и местным-то толком не объяснили, что это такое, поэтому такой слух пошёл. Ну, кстати, многие, кто, очень многие местные жители, кто хотел услышать, они заходили в клуб, задавали вопросы. У нас вчера состоялась очень конструктивная беседа, там, в том числе, по инфраструктурной части развития поселения, да. То есть были вопросы, да и многие средства массовой информации, которые были, они подтвердят это, что люди, кто хотел из местных жителей заходить, ну а кто, соответственно, приехал, понаходиться, не хотел ничего это провести? С частью жителей удалось пообщаться всё это? Да, безусловно. И, так скажем, может быть, не в том объёме, в каком бы хотелось, да. Не получилось в подробностях это всё рассказать, но в целом, да, немножко, как бы, ситуацию мы рассказали о наших планах. Не удалось, самое главное, не удалось с жителями пообщаться по их вопросам проблемным на территории, да. Вот, ну, это не секрет, да, любое поселение, его, там, бюджетная часть формируется за счёт налоговой базы. В сельских территориях это всегда большая проблема, потому что нет предприятий, которые бы там работали, и всегда бюджет их очень дефицитен. Отсюда, там, дороги, которые необходимы, тротуары делать, благоустройство, там, ну и более серьёзные. Это площадки накопления, ликвидация свалок. Это всё ведь ложится на плечи населения, ну и сельской думы. Надо сказать, что мы, конечно, мы уже говорили в первом часе, предоставим возможность жителям, прежде всего, прийти в эту студию и свою позицию высказать, в том числе и что произошло второго числа, и какие у них сейчас есть по этому поводу вопросы и переживания. Ко мне, как член общественной палаты, ещё на прошлой неделе подходили люди там проживающими, и я, конечно, подтвердила, что, естественно, мы сюда пригласим прежде всего жителей, потому что их позиция важна на самом деле. Ну и я отсылаю к практике, которую уже описывали, к практике западных стран по вот таким вопросам. Сейчас Анна Викторовна, Алла Викторовна и Артём Сергеевич говорили об инфраструктуре, об экономике и прочему. Строительство таких объектов в муниципалитетах, то есть там Германии или Австрии, как нам вот рассказывали, оно прежде всего обсуждается и принимается решение вот там на уровне муниципалитета сначала, путём достаточно длительных переговоров, но заинтересованных людей, проживающих на этой территории. Вот, может быть, что-то такое, я так понимаю, попытались сделать и в этот раз. Совершенно верно. Прервёмся на полторы минуты и продолжим с нашими гостями. Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области у нас в студии. Рустем Хамеддулин, генеральный директор акционерного общества Куприд, это региональный оператор по обращению с отходами в Кировской области. Георгий Зыков, генеральный директор корпорации развития Кировской области. И Артём Сурженко, министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области. В полном составе вот здесь у нас по перспективам строительства комплекса в Лубягино. Так будем говорить. Потому что Алла Викторовна нас уже сразу поправила. Нельзя говорить о полигоне. Надо говорить о комплексе. Большей частью информации было правильно написано, что рядом с действующим полигоном планируют создать мусорсортировочный комплекс. То есть большей частью информации появилась... Комплексный объект. Вот по всем документам, в том числе стратегического развития системы ТКО Российской Федерации, этот объект является комплексным объектом. Более того, нам чуть-чуть образовательной и научной составляющей не хватит до терминологии «экотехнопарк». Это Артём Сержан. Мы на самом деле о создании «экотехнопарка» в Кировской области говорили давно. Я помню, в прошлом году я выступала на законодательном собрании, когда по итогам там результаты какие-то подготовки к новой реформе. И мы тоже говорили о том, что вообще по Российской Федерации собирается... Там будет какая-то федеральная схема, значит, где будут ключевые какие-то «экотехнопарки» именно как комплексные объекты, намеченные к созданию. Здесь, значит, ещё бы я хотела сказать о том, что потребность в таком объекте, ну, я думаю, что ни у кого сомнений нет. Мы действительно должны уходить от полигонного захоронения и должны использовать современные, наилучше доступные экологически безопасные технологии. Вот о таком именно объекте и идёт речь, и наша задача создать именно такой объект. Ну и территориальная схема, о которой мы говорим, да, значит, и в 2016 году такой объект предусмотрен был. Он назывался немножко по-другому, там, коммунально-промышленная территория, да? В Ощенцах? Нет, в Лубягино. Да, да, и я ещё дальше хочу зайти. Вот первая концепция в сфере обращения с отходами, 2007 год, уже там, тогда, в Кирово-Чапецком районе, потому что там и логистика, она абсолютно, вот, так скажем, вписывается. Ну, друзья мои, вот город Киров, Кирово-Чапецкий район, вот эта агломерация, это более половины всех отходов на территории области. И любой здравомышленный человек понимает, что ввести куда-то эти отходы в другое место, там, в Верхнекамский район или в Лузский район, ну, это утопия полная, да? Соответственно, вот тогда, значит, планы были заложены там, потом генеральная схема очистки территории, 2014 год, и там позиционировалась эта территория, как, значит, коммунально-промышленная, но дальше эти схемы, и вот мы идём, планово двигаемся. Давайте разберём тогда, по полочкам разложим проект. Что предлагается? Кто приступит? Артём Серженко. Давайте я начну, потом Георгий Геннадьевич продолжит. Значит, речь идёт, как мы уже и говорили, о комплексном объекте обработки, утилизации, захоронения. Это что означает? Это объект, который состоит из нескольких составных частей. Первое. Это первичная площадка размещения, да? Вот здесь я хочу добавить, что в настоящее время требованиями федеральных нормативных актов запрещено строить новые объекты без сортировки. Сортировке подлежит 182 полезных фракции. Это закреплено в распорядительных актах в правительство Российской Федерации. Соответственно, все новые объекты, а это новый объект, да, будут обязаны иметь в своём составе сортировочные мощности. Соответственно, вторая часть после площадки первичного размещения – это мусоросортировочный комплекс, да, который позволит отделить полезные фракции и так называемые хвосты. Значит, после... Значит, соответственно, полезные фракции пойдут на переработку. И вот здесь планируется целая промышленная зона предприятий по переработке вторсырья. И на самом деле на неё идёт основная площадь территории, да. И, соответственно, потом идут мероприятия по обезвреживанию так называемых хвостов. Значит, механизмы обезвреживания могут быть различные, да. В том числе это биокомпостирование, например, как один из механизмов. Другой механизм – это термическая обработка. Вот здесь важно понимать, что термическая обработка – это не сжигание. Это термическая обработка. Более того, уже сейчас на полигоне, вот Рустам Маратович может рассказать об этом поподробнее, на полигоне, который находится в Убягине, уже есть три участка термической обработки. Они работают с шестого года, нареканий нет, да. Соответственно, захоронению, то есть подлежат только остатки, да. Это менее 10%, да, ну, порядка 10%, да, там, процентов... Ну, от общего объёма. От общего объёма, то, что остается. То есть, и потому это и является комплексный объект, да. Мы говорим об этом, то есть мы говорим о том, что это объект, соответствующий всем современным требованиям, да. Это не старая свалка, не старый полигон, то есть ни в коей мере нельзя говорить так. Все, кто так говорит, ну, как раз задача была вчера и пояснить, что это не свалка. Ну, Бюль Геннадьевич... Я ещё сказала, что это всё-таки объект замкнутого цикла. Это самое современное требование, так скажем, чтобы никуда-то не везти, а всё на месте, там, отсортировали, переработали, по максимуму постарались, там, хвосты эти утилизировать, а всё, что невозможно, это могут быть, не знаю, какие-то зольные остатки. И та часть, которая действительно... Ну, нет на сегодня никаких способов их переработки. Человечество на сегодня их не придумало. Поэтому понятно, чтобы все понимали, что всегда в любой производственной деятельности есть какой-то отход. Вот для этих остатков, которые на сегодня технологий современных нет по их переработке, объект размещения отходов. 211-101 номер телефона прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям и высказывать свои, там, предложения, реплики, но я прошу только в конструктивной и уважительной манере. Геннадий Геннадьевич, что мы дополнить хотели? Да, ну, что дополнить к сказанному хочется, что корпорация развития Кировской области выступила инициатором данного проекта. Администрация региона поддержала этот проект. Все прекрасно понимают, что данный проект, он актуален, он необходим для региона в целом. В дальнейшем планируется это не единственное создание этого единственного объекта, а в дальнейшем будут разрабатываться другие проекты и будет целый комплекс мероприятий по созданию сети и именно по мусоросортировке, мусоропереработке в регионе. Все хотели видеть всегда именно не просто свалки, все хотели видеть сортировку, переработку, да, то есть весь тот комплекс, те современные требования, которые появились. По сути мы говорим именно об этом, да, то есть тот запрос населения, который был неоднократный и в прошлом году, и в рамках обсуждений полигона осинцев и всего, вот он сейчас и как раз и удовлетворяется. И более того, я хочу сказать, вот если мы вообще говорим о комплексе мер, то этот комплекс мер включает в себя и раздельный сбор отходов. Так вот, раздельный сбор отходов без сортировочных мощностей, он тоже невозможен. Надо понимать, что какие-то фракции можно отдельно отделить, так скажем, но тогда нам нужно там 20 условно разных видов контейнеров для колпачка, для такого вида пластика, для такого, но мы к этому не готовы. Но посыл, который основной, там два ведра, да, те, которые подлежат утилизации, те, которые не подлежат, вот те, которые подлежат утилизации, они все равно должны пойти на мощности, да, для досортировки. И еще просто, Свет, пока мы не закончили тему, как раз мы говорили о разнице между термической обработкой и сжиганием. Рустам Маратович, Расул Петхейстер, просто расскажите, чтобы было понятно, что вот именно не сжигать, а вот и в чем разница. То есть, смотрите, сжигание – это фактически процесс, при котором привезли отходы на объект, забросили в печку и сожгли. И дым пошел туда. Если мы говорим про обезвреживание, то фактически мы говорим только обезвреживание медицинских и биологических отходов. То есть, фактически, это стоят, то есть, вот если мы говорим про сегодняшний полигон в Лубягино, действующий, которым владеет Куприд, то мы говорим о обезвреживании медицинских, то есть, приезжают на печки, стоят печки-форсажи, в которые происходит обезвреживание, то есть… Я бы давайте дополню. Это всё-таки специализированные установки инсенераторного типа. То есть там есть возможность... То есть это не русская печка с этой трубой, да? Нет, безусловно. То есть более того, это установки, которые имеют... Там есть технологии доочистки, подачи дополнительного кислорода, доочищаются, по-моему, известковым раствором, если я точно понимаю. Ну, Алла Викторовна, это технологии каких лет? Это технологии, безусловно, ну, так скажем, нулевых, двухтысячных. Конечно, на тот момент у этой технологии есть заключение государственной экологической экспертизы, всё абсолютно законно. Но мы же с вами понимаем, что за 10-15 лет технологии настолько шагнули вперёд, и что как раз-таки главная, наверное, ключевая мысль, то, что объект нужен, и объекту быть нет ни у кого сомнений. Главное, чтобы там были заложены такие технологии, которые бы позволяли использовать современный опыт и были безопасны. Нет, ну вопрос-то всё-таки к другому. Потому что, смотрите, там, мы говорим, с шестого года уже происходит процесс термический, да? Полигон, полигон, да, запущен в 2006 году, предполагалось использовать на 25 лет, ну, то есть при использовании всех шести карт. В данный момент используются только три карты, и решением, то есть как бы в рамках экологически, так как карты предполагалось использовать землю лесного фонда для остальных трёх карт, принято решение остановиться на этих трёх картах, ну и, соответственно, вот как бы этот объект позволит перевести, как бы объём мусора перевести на новый объект. Сейчас мы, давайте мы на человеческий язык переведём. Что такое карта? Что значит шесть карт? Почему стало три? Значит, смотрите, то есть когда проектируется полигон, то есть вот в 2000-х годах, когда они проектируются, они предполагалось использованием на 25 лет. То есть использование полигона 25 лет, то есть вот именно для Лубягина подразумевало использование шести карт. То есть карта — это фактически часть полигона. Территория. Это обстадия. Это обстадия, часть территории. Часть территории. Одна, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая. То есть фактически... Шесть карт — это какой площадь территории? Это 14 гектар. 14 гектар. 14 гектар. А три? Три. В данный момент мы используем 8 гектар. 8. Да, то есть и вот... И на них решили остановиться. Да, и решили остановиться, потому что дальше, вот те 6 гектар, которые должны увеличивать полигон Лубягина, это фактически земли лесного фонда. Так. То есть и чтобы не использовать территорию... Не вырубайте сами. Их оставят в покое. Там будет лес. Конечно. Там будет лес. Так, более того, Света, я хочу напомнить, что эта территория, ну, условно, покрытая лесом, земли Гослесфонда, это у нас ещё и зелёная зона и зелёный щит, самое главное. Поэтому абсолютно правильная логика, то, что там, где есть зелёное насаждение, их не трогать и переформатировать эту территорию промзоны под современный объект, который позволит уменьшить... Ну, чтобы не расширять эту территорию, а наоборот, снизить число... Секундочку. 6 га... Уменьшить количество размещаемых отходов. Вот 8 га сейчас занято под полигоном. 6 гектаров, которые остаются, там планируется построить... Нет, 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 нет. В лесу нет. Нет, нет, нет. Рядом есть территории, которые сейчас... Ну, Артём Сергеевич, наверное, вот давайте я ему скажу по территориям. Давайте я чуть-чуть скажу, да, за пределами. Значит, как раз сейчас действующий полигон, вот эти 8 га окружают земли лесного фонда. Их, на самом деле, больше, чем 6 га там... Просто когда-то, когда первично планировался объект, планировалось, что их леса вырубить и застроить. Так вот, от этого отказались, этого не будет. Весь лес фонд там сохраняется. Но, соответственно, за этим лес фондом, туда чуть-чуть южнее, как раз была другая территория. И именно она сейчас, вот эта территория, как раз и попала в планируемую территорию, где будет размещаться этот наш комплексный объект. Эти земельные участки находятся в собственности Кировской области. Прервёмся на полторы минуты, уже начинает картинка вырисовываться, где что будет располагаться. И продолжим. У нас останется 30 минут, поэтому сразу планируется, что мы должны сказать. 12, что мне сегодня со временем. 211.1. Мы говорим о перспективах развития практически экотехнопарка. Но мы не можем так его сейчас называть. Но комплекса по сортировке, переработке и захоронению мусора Блиц-Лубягина. Мы говорим об этом с Аллой Албеговой, министром охраны окружающей среды Кировской области, Рустемом Хамедулиным, генеральным директором акционерного общества «Куприд», региональным оператором по обращению с отходами Георгием Зыковым, генеральным директором корпорации развития Кировской области, Артёмом Сурженко, министром имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области. Сразу говорю, тем, кто только что подключился. Мы пригласили и жителей тоже с их версией, там ближайшие одни у нас появятся в эфире. И чиновники, которые сейчас в студии не отказываются встречаться с ними в любых форматах, и в том формате, который не состоялся в это воскресенье с жителями именно, и в формате встреч на телевидении, на радио и где угодно за круглыми столами, очевидно, что необходимо налаживать этот процесс. У нас есть слушательница по телефону, давайте её примем, этот звонок телефонный. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Хорошо. Меня зовут Лариса Александровна. Я уже пенсионерка, но мне ещё сто лет не прожили. И я возмущена тем, что Кировская область превращает в полигон смерти. Сначала Марадыкова, Осинцы, сейчас Лубягина. Ещё раз извините, пожалуйста, как Вас зовут, не записала? Меня зовут Лариса Александровна. Лариса Александровна, скажите, пожалуйста, а Вы знаете, куда Ваши отходы мусорные вывозятся в Кировской области? Вот Вы каждый день выносите пакетик. А вот знаете, я не хочу отвечать на Ваш отход, но я вот Вас прошу. Никто не сомневается в том, что нужны мусороперерабатывающие предприятия. Никто не сомневается. А вот почему их размещают непосредственные глибости от населённых пунктов? Подождите, одну секунду. Давайте вот как бы один вопрос и одно уточнение. Я ведь с Вами не спорю, я просто спрашиваю. Значит, куда в данный момент вывозятся отходы, которые мы с Вами выбрасываем в контейнер, Вы знаете? Вы меня не путаете? Я не путаю, я просто спрашиваю. Не надо меня спрашивать, это я сейчас Вас спрашиваю. Почему мусороперерабатывается? Подождите, я журналист, я хочу уточнить для того, чтобы Вам гости нашего эфира дали более полный ответ. И я у Вас спрашиваю, куда вывозятся наши мусорные отходы, Вы знаете? Вы лично? Куда? В осеньце все отходы вывозятся. Так, в осеньце. А в каком количестве, знаете? Я Вам должна сто в кубометрах... Нет, нет, просто знаю, не знаю. Я вот даже, несмотря на то, что цифры проходят... Да, я знаю, что очень большое количество. Очень большое количество. Вы, просто правильно ли я Вас понимаю, Вы считаете, что действительно нужно сортировать и перерабатывать, да? Да, считаю, что нужно сортировать и перерабатывать, и захоранивать. Так, отлично. Но Вас сейчас... Для Вас непонятно Вас возмущает. Какой конкретный момент? Мне понятно. Меня возмущает то, что почему размещают все предприятия в непосредственной близости от населенных пунктов. Все понятно. Все отлично. Нет, минуточку, минуточку. У нас что, мало пустошей в Кировской области? Все, мы Вас поняли. Поняли. Место расположения. Место расположения, да. Кто отвечает? Ну, давайте так. Вот я бы хотела тогда на обсуждение, да? У нас разве предприятий в городе Кирове нет? Да, полно. Полно, да? Значит, если подходить с позиции, что давайте куда-нибудь эти предприятия только не рядом с нами. Ну, давайте ТЭЦ нашу, там, 5-4, которая используется для тепла и газоснабжения, поставим где-нибудь в каком-нибудь Верхнекамском районе. Вот вы себе эту ситуацию гипотетически можете представить, да? Чтобы тянуть сети из Верхнекамского района в город Киров для того, чтобы... Чтобы они здесь не дымили. Чтобы они здесь не дымили, да. Значит, вот здесь логика примерно такая же. Безусловно, всю жизнь и всегда есть здравый смысл и определенная логистика и экономика любых процессов. Невозможно построить там сети из Верхнекамского района до города Кирова, да. А в данном случае, конечно, когда определяется та или иная там территория потенциально, где надо искать земельные участки, рассматривают, чтобы эти территории были, ну, более-менее доступны, чтобы там была какая-то инфраструктура, чтобы была дорога. Но сами посудите, возить отходы за 300 километров в Верхнекамский район, что мы получим? Мы получим тариф. Совершенно верно. Мы залезем с вами в карман наших граждан. Можем мы себе позволить? Да нет, конечно. И я думаю, что сами граждане, если бы они узнали, что там тот же самый тариф или плата граждан у них из-за того, что объект нужно размещать в каком-нибудь там северном районе, возрастет в десятки раз, разве на это люди пойдут? Это первый момент. А второй момент. Вот вы понимаете, сейчас настолько вокруг создания таких объектов политизированная ситуация, что люди, ну, просто опасаются, потому что всегда новое, оно как бы немножко неизвестно. Но любой такой объект, вот предложите, поставьте Верхнекамский, Нагорский, Вецкополянский район, там где у нас есть отдаленные территории, там Арбашский район, и все будут задавать вопрос, а почему отходы Кирово-Чепецкого района, Кирова, везут к нам, нам не нужно. Со своими отходами давайте мы как-нибудь уж разберемся, а чужие отходы нам не нужны. Так вот, правильно вы задали вопрос, а вы знаете, куда ваши отходы едут? А отходы Кирово-Чепецка на сегодня едут в Зуевку, например, я хочу сказать, да? Отходы города Кирова, Слободской, и граждане, которые проживают там, они всегда, значит, это какой-то вечный конфликт будет. Поэтому здесь нужно включить здравый смысл и область общественных интересов. Если мы не будем подходить с этой позиции, как мы все граждане, жители Кировской области, жители Кировской агломерации, если мы не будем взвешивать все нюансы и все в комплексе смотреть на ту или иную ситуацию, мы далеко с вами зайдем. Ну давайте тогда... Ну правильно я понимаю, Алла Викторовна, что сейчас речь идет не столько, вот сейчас в современном мире, речь идет не столько о месте, где располагаются полигоны, в конце концов, опять же, западный опыт, на который мы все время ссылаемся, там малюсенькие страны, мусора производится не меньше, и все в одном месте. Но речь идет о технологиях, которые нужно сейчас применять в современных. И вот я что сейчас вижу, те люди, которые осознают, что логистически в Сибири наш мусор не надо захоранивать, или в Архангельскую область их не надо везти. Второй вопрос, который у них возникает после этого, совершенно закономерный, это будут ли соблюдены все эти современные технологии. Вот это неверено. Мы сейчас примем еще один телефонный звонок, и на этом с телефонными звонками закончим. Алло, добрый день, пожалуйста, представьтесь и говорите. Алло. Леонид Александрович. Как известно, чисто не там, где прибирают, а там, где не мусорят. Что-нибудь делается ли для уменьшения количества отходов в стране, в области? То есть у нас вопрос решается только, как утилизировать, как уменьшить количество отходов. Вот эта вся разовая упаковка, все это, может быть, надо каким-то образом что-то сокращать. Да, осознанное потребление, вы об этом сейчас говорите. Леонид Александрович, тоже вопрос, я надеюсь, что вы восприняете нормально. Вы сами лично на бытовом уровне пытаетесь внедрять какие-то механизмы уменьшения количества мусора, который ваше домохозяйство производит? Ну, сейчас скажу, да, я пытаюсь, я стараюсь не использовать лишний раз пластиковые пакеты. То есть одним пользоваться по возможности бумажной какой-то упаковкой. То есть мне очень не нравится то, что торт купил, и человек несет вот эту упаковку сразу в мусор обратно. То есть как бы работает, мы платим за упаковку, потом платим за утилизацию. А вопрос ведь надо... Еще не все утилизируется из того, во что упаковывают. Спасибо, мы поняли. Совершенно верно. Спасибо, спасибо, Леонид Александрович. Но это все-таки давайте мы этот вопрос не в эту программу. Однако он все равно смежный с тем, что какое количество мусора, например, вернемся сейчас в Лубягино, там может сортироваться и перерабатываться. Вот основная претензия, которую предъявляют и активисты, и специалисты, что смешанный мусор, который везут в такие комплексы, и там уже дальше сортируют и перерабатывают, это от 5 до 10% всего мусора, если нет сортировки на местах. Вот этот аргумент тоже придется разбивать. Вот тут с Урженкой головой кивает, видимо, есть что сказать. Пожалуйста, Артем Сергеевич. На самом деле я хотел сказать, что точнее скажет Алла Викторовна, потому что вопрос более... У нас 5 минут. Да-да-да, Алла Викторовна. Технология раздельного сбора. Ну, как я уже, мы, по-моему, по поводу раздельного сбора говорили. Конечно, есть разные технологии. В 2 бачка, в 6 бачков, в 26 бачков. Но с чего-то надо начинать. Значит, ну, опыт известный. Кстати, у нас ведь тоже мы пробовали пилотный проект запускать по раздельному сбору отходов. В Москве пытались запустить. В Москве с 1 января уже все. Ну, это сейчас. Но я хочу сказать, что еще 15 лет назад пытались запустить раздельный сбор. И все пришли к выводу, что сейчас самый эффективный способ раздельного сбора, это 2 бачка, утилизируемый и неутилизируемый. Хотя, безусловно, тут и минимальное потребление. Я вот абсолютно поддержу Леонида Александровича. Это высший пилотаж или самая точка, к которой мы должны стремиться. Значит, безусловно, когда мы, наверное, введем систему... Систему раздельного сбора 2 контейнера, наверное, появятся какие-то возможности, чтобы там ставить дополнительные контейнеры какого-то конкретного вида пластика, если люди будут готовы это отсортировать, понимать, что нужно делать. Я еще и за развитие системы пунктов вторичного сбора. Потому что, ну, вторичный сбор и ТКО – это разные вещи. Во вторичный сбор – это подготовка отходов. Мне придется прервать вас, Салла Викторовна, потому что эта тема очень глубокая и широкая. Но надо вернуться в Лубягина. Все-таки те заводы по сортировке и переработке, что они в себя включают? Пожалуйста, Георгий Геннадьевич. Ну, в соответствии с концепцией, планируется создание целого комплекса предприятий. Это в том числе будет, значит, и мусоросортировочный, первичная сортировка, потом более глубокая сортировка. Потом планируется зона компостирования. Потому что создание компоста – это, так скажем, тоже бизнес. То есть это компост, он потом применяется при рекультивации этих же свалок, закрывается там и в сельском хозяйстве он принимается. То есть это сырье, которое можно пустить уже в оборот. И, конечно, будет небольшая зона для размещения хвостов, так скажем, которые вообще нельзя утилизировать. Также в соответствии с проектной документацией будет ясно, что и какая конкретная технология будет применяться после проведения всех экологических экспертиз. И рассматриваться одним из способов тоже – это утилизация, например, создание альтернативного топлива. Сейчас тема широко очень озвучит. Турулу у нас все выступает по этому поводу. В принципе, это альтернативное топливо можно использовать дальше в котельных местных еще где-то. Сурженко. Я что хочу сказать. Мы здесь не пионеры. В мире уже, в западных странах, в Японии. Нет, все, я вот сейчас должна прервать. Артем Сергеевич, только про Лубягина, пожалуйста. За чей счет праздник? Кто строит, за какие средства и в какие сроки планируется? Значит, по срокам. Сроки у нас планируются в ближайшие полтора-два года. Это будет все общественные обсуждения, проектные документации, инженерные изыскания, обоснования воздействия на окружающую среду. Полтора-два года. Да, полтора-два года. Может быть, будет быстрее, но как пойдут процедуры. После этого, соответственно, строительство. Строительство занимает порядка шести месяцев. Да, соответственно, ввод в эксплуатацию. Да, с получения всех лицензий, эксплуатирующие, это еще полгода. Это минимальные сроки, которые есть. Они могут быть увеличены, либо уменьшены. Теперь относительно стоимости строительства. Итоговую стоимость строительства определит проектно-сметная документация. То есть, сколько это будет стоить, будет написано там. Примерно. Можно себе представить? Примерно. Это несколько сотен миллионов рублей. Несколько сотен миллионов. Да, соответственно, итоговая история там. Какой еще вопрос был? Кому будет принадлежать предприятие? Значит, проект реализуется компанией со стопроцентным государственным участием. То есть, проект будет контролироваться Кировской областью. И вот важный еще момент. Понимаю, что нет времени. Вот мы хотим сделать лучшее. В мир уже во многих странах это реализовано. Почему мы должны быть худшими? Наша задача реализовать, взять все лучшее и поверить в свои силы. И вот тот очень важный момент, в котором нет времени на долгое обсуждение, но, может быть, в нескольких фразах вы скажете. Алла Викторовна с этого начала. Что надо было выслушать жителей, понять их болевые точки не только в отношении того полигона, который сейчас находится, а инфраструктурные, социальные, еще какие-то вещи. А что? Разве строительство такого объекта принесет какие-то муниципалитету деньги? Для того, чтобы они решили? Безусловно. Это очень серьезные блага для развития. Вообще, всегда любое предприятие на территории – это точка роста. Я говорила, это налоговое поступление в первую очередь. Ну и развитие инфраструктуры. Создание рабочих мест. А сколько предполагается рабочих? Не менее 130. При 200 жителях Лубякина. Да, да. И кроме того, мы уже начали с ними работать. Мы в этом году дополнительно на площадке накопления. Наше министерство конкретно Федяковскому поселению запланировало средства. В этом году мы уже обсуждали, что есть возможность отремонтировать тот самый клуб, в котором мы вчера были. То есть сейчас минимальные оперативные действия стороны главы. Мы подсказываем, что и как правильно сделать. Смета, проверка достоверной сметной стоимости. И к концу года клуб будет отремонтирован. И такой же алгоритм работы нам предлагается в отношении и многих других вещей, болевых точек. Что-то удастся в этом году решить, что-то в следующем, что-то может быть на длительный период. Но то, что это благо для самого поселения, как развитие, с точки зрения развития и роста… На данный момент это услышали жители или не было возможности? Мы частично об этом сказали, но нам бы хотелось больше протранслировать. Вот так, 10 секунд, Георгий Зыков. То есть создание такого объекта – это, естественно, развитие инфраструктуры. Конкретного муниципалитета. Конкретного муниципалитета. Спасибо. Мы должны завершить. Благодарим наших гостей Алла Албегова, Рустем Хамедулин, Георгий Зыков, Артем Сурженко. Еще не раз встретимся по разным вопросам, покопаем отдельно. Жителей тоже приглашаем в эту студию. В ближайшее время организуем здесь эфир. Дневной разворот завершен.